Доброе утро всем! Мы напомним, что сегодня тема эфира «Утренняя симфония», и эту симфонию сегодня будет, так скажем, дирижировать Дмитрий Соловьянов и его помощница, палочка-носитель, да, Анна Шумбатал. Ну что ж, собственный симфонический оркестр был мечтой для многих, это не секрет, но больше всего о нем мечтал, конечно же, его руководитель, заслуженный артист России, художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Челеменской филармонии Адик Абдурахмад. Адик Аскарович сегодня у нас в гостях и подробно расскажет о том, как же создавался оркестр и как он существует сейчас. Доброе утро! Доброе утро, Адик Аскарович. Ну что ж, сегодня день Х, очень важный день, день презентации. Сразу вопрос, что чувствуете? Какой-то мандраж, волнение или все нормально? Нет, ну это как у всех музыкантов, в 5 утра проснуться, уже есть какой-то мандраж, потом еще утренняя передача. Конечно, есть свой мандраж, есть свой день. Как вообще прошла презентация? Мы уже смотрели, как инструменты переезжали в Питер, чтобы там презентовать наш симфонический оркестр. Ну а теперь с ваших слов расскажите, как, что там произошло. У нас была презентация оркестра в Санкт-Петербурге, если вы знаете, да, то это было на культурном форуме, это, представляете, это такая бомба была. И вообще вся общественность России говорит, что было два знаменательных события в России в этом году. Это первое, это что в Екатеринбурге открывается, будет открываться концертный зал на 2000 мест, я точно не помню численность, да, и что в Челябинске появился симфонический оркестр. Вот, и на этом культурном форуме мы играли в зале капеллы, вот, и у нас программа, у нас был солист Денис Мацуев, что и сегодня, то есть программа та же самая, и была симфония Чайковского. Вот, конечно, это было очень волнительно, да, и оркестр молодой, неизвестно, он как поведет себя, почему, потому что мы репетировали в одном зале, а там совершенно другой, там европейский зал, акустика совершенно другая, поэтому я когда начинал, когда только начиналась репетиция, все уже со страхом, уже все боялись играть, почему, потому что совсем другие ощущения, совсем другие ощущения. Если оркестры опытные, то они, знаете, уже в одном зале, в другом зале, в третьем зале, в десятом. Их уже не удивишь. Да, их не удивишь, они уже знают, как в конкретном зале они нужны играть, а здесь они первый раз. Ну, справились с волнением, все случилось, сыгрались. Да, самое еще было сложное, что практически репетиции там не было. И вот, кстати, про репетиционный процесс хотели узнать, мы понимаем, что костяк, это составляют музыканты из классики, да? Да. Все-таки, как все слились, как все сложилось, как вообще проходит репетиция, все удачно? Нет, это рабочие моменты, это традиционные моменты, это все оркестры так вот, должно время пройти, чтобы оркестр сыгрался. Сколько обычно? Это не месяц, не два, не год, может быть, не два, то есть должно быть пройти долгое время. Вы понимаете, это очень тонкая материя, понимаете, есть у нас габаист, есть флитист, есть кларантист, есть фаготист, они друг к другу должны притереться. Но как в любой спортивной команде и так далее, должно пройти время, это не измеряется там днями, это может быть месяцами или годами и так далее. То есть долгое время должно пройти, само собой, у них есть достаточно высокий уровень, они очень хорошо играют, но чтобы до идеала дойти, то есть должно еще время пройти. А вообще, артисты все собраны, или есть еще какие-то вакантные места, и если нас кто-то слышит, то может еще к вам прийти и попробоваться? Ну, у нас практически весь оркестр укомплектован, да, но есть вакантные места, почему? Потому что мы должны брать музыканта, чтобы были инструменты, а у нас еще в декабре поступает комплект музыкальных инструментов. Ну, грубо говоря, у нас пришли ударные инструменты, а ударные инструменты бракованные оказались, нам пришлось их отсылать в Голландию, чтобы они переслали и так далее. То есть очень много таких тонких моментов, которые нужно тоже рассматривать. Ну, и теперь хочется спросить, сегодня презентация, она пройдет, мы уверены, успешно, а дальше-то что, какие планы в ближайшем, в будущем? Нет, ну, у нас уже... Все расписано. На два года вперед уже все расписано, все концерты, все звезды, которые к нам приедут, все концерты, которые мы и в Челябинске, и в Челябинской области играем. Ну, то есть ребятам придется уже сыграться и придется коллективу пределиться. Да, но это и есть момент, самым говорится, что самая лучшая репетиция — это концерт, знаете, одно из музыкантов. То есть это такие рабочие моменты, почему? Потому что на каждом концерте все это проверяется. Ну, когда они почувствуют уже эту нотку, этот восторг, аплодисменты, и тогда все случится. Есть какие-то напутственные слова своим ребятам, которые сейчас еще пока что дома собираются, а вы уже готовы? Я надеюсь, что они спят. Я надеюсь, что, да, ну, почему? Потому что перед концертом я всем сказал, что хорошо отдохнуть, чтобы меньше движений было, чтобы они больше побыли дома, чтобы меньше разговаривали. Почему? Потому что это еще накопление энергии. Есть свои законы. Понимаете, у нас в Петербургской концертуре учили, если концерт, вы хотя бы на 20 минут перед концертом или где-то нужно днем полечь или поспать. Святые люди, я к вам хочу. Но, к сожалению, сейчас времена другие, понимаете, у нас получается, я вспоминаю, как я работал в оперном театре и так далее, ты целый день с 9 утра, потом на спектакль приходишь 6 часов, и ты уже никто что там играет, ты уже так устал, что уже не до спектакля. Хотелось бы вот от этого отойти. Хочется еще вам задать вопрос, потому что кто-то сегодня не успеет, кто-то не смог уже, потому что не приобрел билеты заранее. Скажите, когда следующий концерт, чтобы уже быть готовым и уже стоять в очереди? Нет, у нас следующий концерт с японским дирижером, это музыка японских технологий, компьютерных игр и так далее. Это будет 4-го, 5-го, 6-го, это по области, то есть в городе 4-го, 5-го там садка, я не знаю, не помню, какие города, да. Потом 11-го, 12-го у нас с джазовым музыкантом Пташка, есть такой пианист, который сходит в сотню лучших музыкантов, джазовых пианистов, да. Потом у нас 20-го, это со звездами Мариинского театра и так далее, и так далее. Очень много концертов, которые посвящены Новому году и Рождеству. Мы вам желаем как можно больше сил и как можно быстрее, естественно, сыграться. Спасибо вам огромное и удачи в сегодняшнем концерте. Обязательно. Мы напомним, что у нас в студии сегодня Адик Абдурахманов, художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Челябинской филармонии, заслуженный артист России. Ну а далее у нас сюжет уже из Санкт-Петербурга, где на прошлой неделе состоялась презентация Симфонического оркестра, и туда специально к Адику Аскаровичу приехал музыкант из Москвы на прослушивание, чтобы попасть в состав нашего оркестра. Нашего оркестра, я уже вот так говорю, да. Сейчас давайте узнаем, как это получилось у него или нет все-таки.